Вы смотрите Текущий момент. Здравствуйте, меня зовут Елена Малаховская. Я на прямой связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте и вам. Добрый день, Елена. Да, мы начнем обозревать немедленно события ушедшей недели, но сначала я даю 10 секунд традиционно нашим зрителям, всем, кто желает поставить лайк авансом, чтобы потом вообще об этом не думать и не отвлекаться. Вот самое, так сказать, время. Подпишитесь на Ходорковский лайф и сразу же начинаем. На войне в Украине гибнет 200-250 россиян в день, ежедневно. И всего за это время на так называемого СВО погибли 120 тысяч примерно. Это посчитало издание «Медуза», разработав свою методику. Она сложная. Доверять ли ей вы можете решить сами, если зайдете вот эту статью, вот прочитайте там все подробности. И еще одно, что отмечают журналисты, что темпы этих потерь растут, то есть все больше и больше ежедневно гибнет. Я помню, Виктор Анатольевич, что в первые месяцы войны были такие разговоры с публицистами, с политиками, с политологами, с различными социологами и прочими экспертами в эфире, например, что попытки оценить объем той жертвы, которую русский народ, российский народ уже не потерпит. Ну, то есть самая там, наверное, в этом смысле простая цифра была. Вот 100 тысяч погибнет, и все. После этого, конечно же, перестанут, не знаю, перестанут уходить на войну, перестанут сыновей отпускать, мужей и так далее. И эти разговоры, конечно, уже давно закончились, и уже давно понятно, 100 тысяч-то погибло. Как же так? То есть как-то интеллигенция просто настолько далека от народа, что совсем не учла, что цифры здесь не повлияют. Цифры влияют. Мы об этом часто говорим по разным поводам. А, так сказать, о среде, да, вот как электричество, да, через какую-то среду оно летит, через какую-то не очень. Да, изоляция. Изоляция, хорошее слово. Вот изоляция. Эти все рассуждения справедливы, когда есть общественная вот эта вот, значит, акустика общественная. Когда в Вьетнаме гибнут американцы, не помню, 50 тысяч, сколько там погибло, да, но гибнут американцы, это каждую секунду предмет обсуждения, стоят ли эти жертвы этих государственных интересов. Когда гибнут англичане, я помню, я, так сказать, во время иракской, кажется, операции, я писал об этом, поименно, поименно, в Израиле поименно каждый день сообщают и фотографии, вот погибли, вот погибли, вот погибли. Цена всегда известна. Это граждане страны, которые погибают. Да что погибают? Да? Это ежесекундный вопрос. Там, где есть акустика, это автоматически становится предметом обсуждения. И в той стране, где есть акустика, невозможно убить 100-200 человек в день, просто так на мясо пустить, на пушечное, и сказать, что так и было. И вообще ничего не сказать, просто потому что не ваше собачье дело. Родина решила вот так, вот этот двуголовый орел решил, да, так, и все. А вы сидите тихо. И это вне обсуждения. Когда это вне обсуждения, послушайте, ну, был 37-й год, был большой террор. Можно сотни, большие-большие сотни тысяч, можно миллион пустить под нож, и никакого общественного, да, все будет как дальше. Парады, парады будут продолжаться с портретами старых. Там, где нет акустики. Как там внутри, вот та социология, о которой мы регулярно говорим, та социология, которая прорывается в глухом ворчании или потом в бунте в каком-нибудь, да, в чем-нибудь эдаком, малолегитимном. Это другой вопрос. То есть социология, конечно, есть, но она проявляется по-другому. Так что вот видите, можно 100-200 человек в день убивать в течение нескольких лет, ну, и как ни в чем не бывало. Исторически это не будет как ни в чем не бывало, разумеется. Но буквально администрация ни за что не отвечает. Обратной связи нет. Администрация может себе это позволить. Эти, да, 200 человек в день. Да, это чикатило отдыхает, чикатило мелкий частник, понимаете, по сравнению с этим двуглавым орлом. Поэтому нет, мы ошибались. То есть мы не ошибались, мы исходили из того, что мы страна, что мы общество. В обществе такое, конечно, невозможно. Но мы не общество. Мы, так сказать, смесь казармы с малиной. А в казарме с малиной это вполне возможно. А вот про ответственность администрации. А еще вот мы с вами любим всегда переключаться с общего на крупные планы и обратно. И вот сейчас попробуем в этом смысле переключиться, потому что очень хорошо легла тема такая. В Тамбовской области, в городе Маршанск, есть мэр. А мэры у нас обычно там как-то вот погибших в этом так называемом СВО родственникам что-нибудь вручают. Вот награды очередные он вручал. Градоначальник Алексей Банников такой. В частности, вручал он их плачущей сестре одного погибшего. И сказал при этом, сестра плачет. Сейчас вы посмотрите на это видео. И он решил ее утешить и сказал, что обратно ведь не просто же так погиб, а погиб за городское благоустройство. Дичь полная. Вот послушайте. Как это вообще ему в голову пришло? То есть человек погиб, чтобы мост отремонтировали, чтобы дети в летних лагерях отдыхали. Речь как-то из отчетов перед губернатором смешалась с протокольными речами, с соболезнованиями или что тут у него произошло? Реально. Не так интересно, как сработал этот органчик в голове. Соседний трек запустили в него в голове. Соседний трек пошел. Не тот трек запустили в этом органчике. Но органчик очередного главы, гордо глупого очередного, это подробности уже психологически. Тут важнее эта женщина, вот эта сестра, которая молчит и плачет. И тут важнее, это к нашему предыдущему вопросу об акустике. Тут важнее, что никто не схватит его за грудки и не крикнет ему в лицо. Сукин сын, мерзавец, раскормленный. Какое благоустройство, какие спортивные площадки. Хохлы мешали построить спортивные площадки. 23 гендера европейских, против которых мы воюем. За что погиб этот парень, твой брат? Кто мешал спортивным площадкам, благоустройству, мост починить через реку? Украинцы мешали, украинские нацисты? Запад с гендерами лишними. Кто мешал это все делать? Что ты мелешь? Вот в чем дело. Что никто не может ему сказать, ни эта женщина, ни журналистика, которой нету в городе Маршанске, как и в соседних городах. Ни политика, потому что его никто не перезберет, его назначит или назначит, дальше курагает. Никто не может ему это сказать. И ничего не... Да, и вот социология. Вот к вопросу о том, почему россияне. Вот один из этих 100-200 в день погибающих россиян. Вот брат этой женщины. Вот почему оно не шевелится, потому что нету акустики, потому что и она придавленная стоит. А что она там потом будет думать? Что она про себя потом подумает? И чем она зальет это горе? И как оно выйдет наружу? Каким свещом, так сказать, оно выйдет наружу? Мы не знаем. Еще раз. Все-таки там... Законы физики работают, обратная связь будет когда-то и как-то. Только эта обратная связь выходит не как на Западе, сменой политики, сменой администрации, общественной рефлексии, изменениями. Оно происходит, как-то копится-копится, а потом взрывается в каких-то областях. Или не взрывается, а деградирует дальше. И превращается в Северную Корею и в Туркмению. Превращается в пролежень, где уже ничего не может измениться, а может только сгнить. Вот два варианта, к сожалению. Либо пролежень и гниение, либо взрыв. И никакого человеческого, извинись за выражение, либерального, демократического варианта. Вот для примера, вот на Западе очень серьезные проблемы с либерализмом, с практикой либерализма, практикой глобализации. И вот мы видим выборы, и вот мы видим очевидные изменения в пейзаже. Вот мы видим очевидные изменения. Мы сейчас не обсуждаем хорошие, плохие подробности. Но на инфекцию организм реагирует температурой, он начинает бороться с этой инфекцией. Он начинает реагировать. И мы видим выборы во Франции, сейчас были, в Европарламент. Это очевидная реакция организма на инфекцию, на то, что непорядок в организме. И организм реагирует. И есть шансы, когда организм реагирует. Прежде всего это начинается с рефлексии. Это то, чем мы отличаемся от соседей приматов, от наших меньших братьев, от приматов. Мы можем отрефлексировать происходящее. Здесь мы видим абсолютную придавленность. Придавленная к земле горем и бесправием эта женщина. И абсолютно, как иниян, входящий в эту систему, городской голова, который может позволить себе нести какую-то лабуду, не боясь, что его номенклатурное положение каким-то от этого образом ухудшит. Вот совершеннейшая печальная и безнадежная классика. Виктор Анатольевич, я все-таки люблю рассматривать некоторых чиновников и их органчики в голове, особенно местных, различных мэров. И вот сейчас один будет любопытный случай. Может быть, мэру Маршанску ничего и не будет за его глупые слова. Но тут есть один там сенатор, которому могут случиться вопросики посерьезнее. А именно, Николай Федоров из Чувашии, сенатор заседает, значит. С ним вот что произошло. Выступая на национальном празднике в Чебоксарах, он сказал, что мы доживем до отставки Путина, и все будет хорошо. Я не вру, слушайте вот сами. Пару лет назад на встрече со студентами наш президент Владимир Путин сказал, можете проверить. Когда закончу политическую деятельность, наверное, я перейду работать в аграрный сектор. Мне нравится виноделие. Помните, не помните? Так что у нас есть надежда, что Бог даст, с Божьей помощью, мы как-нибудь попробуем российское вино от Владимира Путина. Поэтому все будет хорошо. Ну, я что-то не понимаю. Я несколько раз уже переслушала. Мы его в новости брали. Я все каждый раз переслушиваю, и не понимаю, где подвох, Виктор Анатольевич. Да никакого подвоха. Хотел как лучше просто. Знакомое лицо – это довольно известный деятель. И это четверть века он там руководит, по-моему, не меньше. Я его помню еще по своим программам телевизионным, этого господина. Да, хотел как лучше. Хотел как лучше. Ну, слушайте, сказал, давайте, Владимир Владимирович, поскорее на виноделие все-таки. Меньше вреда будет. Хотя сколько он потравит тем вином, но все-таки не 200 человек в день насмерть, как на этом СВО. Хотели как лучше. Органчик, да. Послушайте. Снова здорово, снова про то же. На Западе политики регулярно оговаривают, что, разумеется, человек, он человек и есть, но он может сморозить глупость, и там тоже не спинозы во власти. Да, это все понятно. Но вопрос в том, что немедленно идет реакция, немедленно идет реакция общественности. Ничего нельзя скрыть. Этот скандал немедленно становится большим скандалом. Любая глупость, любая подлость, любое вранье, да, любая демагогия. Насколько предметов общественного рассмотрения, есть политическая конкуренция, поэтому скрыть ничего нельзя. Это смотрим мы в эфире Ходоковский лайф. Это не, да, это не становится потехой в какой-нибудь сетерической программе в прайм-тайм на федеральном телевидении. Вот если бы была сейчас программа Итаго, разумеется, мы бы сейчас так голодали косточки этого сенатора, и нас бы посмотрело миллионов 15-20 россиян со всеми вытекающими эмоциональными последствиями, да, вот про эту власть. Но именно для этого первое, что сделал Путин, это закрыл свободное телевидение и придавил пресс. Именно для того, чтобы мы оказались в вакууме, и дальше можно было, ладно, дураков с виноделием и городским благоустройством, но дальше можно было бы устраивать войну, и, так сказать, чтобы не было никакого обсуждения происходящего. Любое безобразие, любая уголовщина остается без общественной акустики. И тогда действительно можно делать все, как мы знаем из просто мировой истории, да, от фараонов до, так сказать, Токменбаши. Когда запомнили рты, то дальше можно делать что угодно. И продолжим региональную тему. Дело в том, что тема никабов не утихает вторую неделю. Это, я напомню, такой головной убор, когда женщины в исламе носят, когда видны только глаза и больше ничего. Так вот, казалось бы, да, именно в мусульманских республиках, в Дагестане и Карачаево-Черкесии ввели запрет на никабы на этой неделе. Тем временем в Нальчике, это Кабардино-Балкария, завели административное дело на родителей школьников, которые во время выпускного не встали под звуки гимна. Причем здесь, казалось бы, никабы. Возможно, что ни при чем. Возможно. Но вы, как увидите сейчас на видео, кажется, не встали именно те женщины, у которых покрыта голова именно на исламский манер. Смотрите сами. Некоторые издания пишут, что женщины еще и уши затыкали. На этом видеофрагменте не видно, но говорят, было такое. А близкие к силовикам телеграм-каналу утверждают, что вместе с детьми во время гимна отказались встать со своих мест не кто-нибудь, а жена тренера сборной России подзюдо, начальник отдела Русгидра и супруга крупного застройщика в Кабардино-Болгарской республике. Что происходит? Продолжает накаляться, кажется, ситуация. Происходит обратная связь в том виде, в котором мы все время говорим сейчас об обратной связи эту программу, не только эту. Происходит обратная связь. Она вот таким образом происходит. Невозможно обсудить политику. Невозможно социологии, отношение к официальной идеологии, обсуждение официальной идеологии, отношение, обсуждение практики федеральной, каким образом эта идеология внедряется в жизнь. Ничего это невозможно европейскими инструментами какими-то освоить и обсудить. И обратная связь приходит в виде, в лучшем случае, они не встают при звуках гимна. А потом обратная связь придет в виде какого-нибудь очередного теракта, в виде очередного взрыва, в виде очередного народного мятежа какого-нибудь. Обратная связь обязательно придет. С этой же стороны, только это самое невинное, что может быть, они встали при звуках гимна. Это к вопросу обдустарственной идеологии, которой нет, которая превратилась в фанфаронство, в звуки гимна. И держится все это на Кавказе, российская власть, держится на штыках, как при Ермолове, при генерале Ермолове. Ни на чем другом. Это надо понимать. Понимать отчетливо, не только в Чечне. На российском Кавказе, на имперском российском Кавказе, все это держится только на штыках. И обратка, за всего этого генерала Ермолова, а в нашем современной изводе, за хантамансийский ОМОН, который там чудил две чеченские войны, и никто не был наказан. За всего этого генерала Буданова, коллективного, многолетнего. Ответка придет. К сожалению, она придет не к Шаманову, герою России, военному преступнику, который расстреливал толпы беженцев, и не к тем, кто заведует федеральной политикой на Кавказе. И не к этому ОМОНу придет, а просто к русским придет на Кавказе в очередной раз. Просто будет резня, когда кончится ОМОН. Когда уйдет оттуда ОМОН, то начнется резня, а не просто невставание при звуке ГИБДД. Невставание – это симптоматика. Это означает, что уже в открытую они не хотят, они признают, эта идеология чужая для них. Те, кто встают, встают по инерции. Хотя они там государственники, все встают, они встают, но кто-то уже не встает. Это надо понимать. По поводу России на Кавказе. Просто я сам употребил, сам вспомнил Буданова и вспомнил, помните ли вы, как хоронили убийцу полковника Буданова в Чечне? Убийца был пойман, он погиб, или его убили в лагере, где он отбывал свой срок. И потом его хоронили в Чечне. Вы не помните, как его хоронили в Чечне? Я напомню, вся Чечня хоронила убийцу полковника Буданова. И Кадыров не посмел ничего с этим сделать. Кадыров, как бы представитель Путина на Кавказе в Чечне, предпочел дистанцироваться, предпочел никаким образом не идти поперек народной скорби. Это вся Чечня хоронила убийцу полковника Буданова. И это надо понимать. Эту симптоматику надо понимать. эта симптоматика вместо СИОМа это о поддержке не просто Путина, а о федеральной практике на Кавказе. И то, что мы видим, то, что вы показали, это краешек-краешек этой реакции. И вы там упомянули не только женщин в Никабах, там какие-то жены, да, какие-то жены вполне себе таких федеральных руководителей, таких вполне светских руководителей. Мы помним, что дети главы отделения Единой России в Дагестане возглавляли рейс, фактически, египетский. Это про то, что там внутри. Это про реальную социологию. Это просто чудовищно. Это набат тревожный, который нам вот колотится в уши. Можно заткнуть уши и не слышать, и полагать, что все под контролем. Ну, под контролем до времени. Надо понимать, чего это, да, симптоматика. Какого будущего ужаса это симптоматика. От этого ужаса можно попробовать что-то сделать с помощью, простите, да, простите за скучные слова, федерализма, самоуправления, приоритета закона. Но когда вместо федерализма и приоритета закона вот эти вот распальцованные, да, распальцованные идиоты и ОМОН, то тогда ждите прилета ответа. Это очень серьезная пленочка про этот гимн. Это очень, это краешек, краешек, самый краешек симптоматики. Кстати говоря, вот благодаря этому случаю мы узнали, ну, кто-то узнал, кто-то вспомнил, что, а нет в Российской Федерации никакой ответственности за неправильное слушание гимна. Мы все-таки еще не Северная Корея в этом смысле, по крайней мере. То есть хочешь вставай, хочешь не вставай вообще-то, хочешь пой, хочешь не пой, хочешь к сердцу руку прикладывай. Лена, не подсказывайте им. Ну, зачем вы им подсказываете? Ну, сейчас они вот этим озаботят. Вот, вот они сделают из этой пленочки, условно говоря, вот этот выбор. Ах, она не встала, ее сейчас нельзя посадить по закону. Это надо сделать так, чтобы можно было посадить по закону. Это их логика. Они могут только завинчивать, они могут только завинчивать гайки, пока не сорвет резьбу. Запросто могу себе представить, что они в рамках сегодняшней логики, да, могут законодательно определить, что надо вставать при звуках гимны. По поводу всего этого вспоминается, значит, история американских поправок и практики Верховного Суда в эти поправки. Там были случаи там неуважительного отношения к знамени, там, сжигания знамени американского флага. Вы знаете, Верховный Суд Соединенных Штатов Америки встал на сторону человека, который сжигал флаг, потому что это проявление свободы слова, он имеет на это право, вот и все, точка. Он имеет право сжечь флаг. Потому что он в Америке. Вы можете его любить, не любить, уважать, не уважать, но это его право. Это проявление его убеждений. А они разрешены, если нет непосредственной опасности людям при проявлении ваших убеждений, то вы имеете на это право. Вот практика американской первой поправки, утвержденной Верховным Судом Сибири в Штатов Америки. В нашем случае, разумеется, я себе представляю, сейчас выйдет человек, сожжет триколор. Страшно подумать, что ему там придумывают за это. Это к вопросу о том, о практиках. Пока этого нету, и дай бог, чтобы не было, но направления, мы-то идем туда, а не от. А тем временем, издание агентства обнаружило базу уехавших россиян, то есть буквально, причем уехавших после начала войны, там прям база поделена на три части, начало СВО, объявление мобилизации и после бунта пригожина, кто уехал. В этой базе есть ошибки, там журналисты немного покопались, но в целом она похожа на правду. Зачем всех уехавших переписали? Есть версия, Виктор Анатольевич? Ну просто в налоговых целях понятно, но там не принципиально как бы, когда уехал? Уехал не резидент, плати повышенные налоги. А тут именно с уточняющими обстоятельствами. Лена, мы же об этом говорим. Контроль, контроль, зачем? Государство контролирует граждан. Но оно ничего другого не делает. Чтобы сделать какую-нибудь гадость, это взаимоотношение государства и граждан. Государство делает граждан гадость. Государство контролирует граждан. Если граждане достаточно лояльны государству, то государство их за это наказывает. То есть совершенно перевернутая пирамида, потому что в нормальной стране, извините, демократической, там граждане контролируют государство. Это граждане должны следить за чиновниками, переписывать, записывать за ними, да, их воровство, их некомпетентность, предъявлять им это в свободной прессе и менять на ближайших выборах или сажать в тюрьму. В нормальной стране граждане контролируют государство. В тоталитарной стране государство контролирует граждан. Поэтому государство посчитало тех граждан, которые повели себя плохо с точки зрения этого государства, а дальше будет думать, оно бы записало все, а дальше будет думать, какую бы гадость им сделать. Если есть возможность сделать гадость, то надо сделать гадость в назидании другим гражданам, чтобы они лучше относились к государству, чтобы боялись. Это странным образом, все рифмуется к нашему разговору о власти на Кавказе. Чтобы боялись. Это единственная скрепа сегодняшнего государства это страх. Вот это скрепа, так скрепа, настоящая, большая. На этой скрепке мы все посажены. На одну эту скрепку. Некоторые посажены буквально на страх. На страх. Ничего другого государства нет. Никакой идеологии оно предъявить толком, не в состоянии, потому что то, что есть, та идеология, которая есть, вот мы видим. Как сказано в пьесе «Горького на дне», ниточки-то гнилые, все это гнило. А страх нет. Страх он вечно зеленый в России. Страх поддерживается. Да? На болтах и на гайках, да, как по стихотворению Бродского, да, власть. На гайках и на гайках рифмы Бродского. На гайки казачьи, на гайки. Посечь, зафиксировать. Вот это вот главные глаголы. Единственные новости парад и мордобой. Это Саша Черный за полвек с лишней Добродской. Да? Парад и мордобой. Вот на этом параде и мордобой. Вся идеология. То есть идеология реализуется через парад, а парад реализуется через мордобой тех, кто не хочет идти на парад. Вот вся, собственно, вся недолга. И мы это видим на разных примерах. Так сказать, все время мы видим, да, все время мы видим воспроизводящуюся эту схему. Поэтому, да, контроль над гражданами. Они уехали, они против государства. Государство главнее человека. По определению, в России государство всегда, или почти всегда, главнее человека. Были маленькие кусочки при позднем Горбачеве. При позднем Горбачеве было несколько лет, когда показалось, что мы главнее администрации, что мы можем их контролировать, что можно согнать Горбачева с мавзолея во время Первого майского демонстрации, что можно выйти на площадь Манежную и отменить шестую статью Конституции или добиться вывода войск из Литвы, из стран Балтии, что мы граждане этой страны и мы решаем, как будет жить эта страна. И выборы есть, где мы можем выбрать академика Сахарова. А кто-то другой, да, кого-то другого, но мы, тем не менее, граждане. И мы имеем право. Но это были несколько лет на фоне десятилетий, привычной десятилетии, так сказать, контроля государства. А в последние четверть века при Путине государство только усиливает контроль над гражданами. И замечу, какой флаг развивается над таким государством, это совершенно не важно. Царский ли, так сказать, флаг, да, серп и молот на алом триколор, это уже подробности. Это подробности на самом деле не столь важны. Важно, кто кого контролирует. Государство человек или человек или люди государства. В нашем случае в очередной раз, конечно, государство сверху, сильно сверху. Ну, когда мы поговорили о страхах и опасениях уехавших, конечно же, нужно поговорить о тех, кто остался, причем я хочу поговорить о тех, кто остался не просто в России, а буквально в заложниках у Путина, то есть в застенках, потому что очень тревожные новости приходят, например, про Владимира Крамурзу, который оказался в больнице, и самое тревожное в этом, уже само по себе тревожное, что в больнице, и отдельно тревожно, что нету связи ни с кем у него, даже с адвокатами. Адвокаты пытаются в больницу попасть, и им говорят неприемный день. Вот только сегодня я слушала интервью Вадима Прохорова на канале Breakfast Show. Очень тревожная ситуация, насколько я его поняла. И еще одна малоприятная новость, это то, что Евгений Беркович и Светлана Петричук запросили шесть лет заключения реального за спектакль или за стихи, если точнее говорить, потому что в основном, конечно, все говорят, что она наказана за антивоенную поэзию, очень сильную и очень сильно распространявшуюся через Фейсбук и другие соцсети в массах. И не знаю, это все, я не знаю даже, что это, не знаю, как это комментировать в том смысле, что я просто читаю такие новости и чувствую бессилие и тоску. И все это продолжается годами, и, наверное, это одно из самых вот таких выбивающих тебя из колеи тем правозащиту. Не зря даже зрители Ютуба ее не любят смотреть, например. Ну, что с этим делать? Ну да, потому что, да, потому что бессилие, бессилие разрывает тебя изнутри и зрителя разрывает изнутри. Когда ты не можешь ничего сделать, это, конечно, очень, это подавляет психику очень сильно, когда ты не можешь ничего поднять. Ужас в том, что новостей-то никаких нет. Ужас в том, что люди, которые, те, кто борются с этим режимом жестоким, они просто в заложниках у бандитов. Нет никакого, нет никаких, так сказать, нет никакого суда, нет, все ничего нет. Просто у бандитов, в плену у бандитов мой друг Володя Карамурза и сын моего друга Владимира Карамурзы, да, старшего, он попал в лапы к бандитам, и они его убивают. Вот что происходит сейчас. Они его на глазах у всего мира убивают, мстя ему за то, что он угрожал их благосостоянию. Там, участвовал в составлении списков Магнитского, да, после убийства Немцова, санкционные списки. Он попал в лапы к бандитам, и они его убивают. Вот что происходит с ним. Нет никакого суда, нет никакого, да, это все ерунда. Это что-то они на одного из своих бандитов нацепили мальчик. Вот и все. Он в плену у бандитов, они его убивают. И мы не знаем, жив ли Володя сейчас, кстати говоря, мы просто этого не знаем. Да, и если говорить о законе, то они не имели не только сам приговор фальшивый, но с его диагнозом после двух отравлений, а его пытались дважды убить эти же бандиты, это полностью зеркальная история с Навальными. Пытались убить, не получилось, теперь посадили в тюрьму и там убивают спокойно, размеренно убивают. С тем диагнозом, который есть у Володи, его не имели права сажать в тюрьму, ни по какому, даже самому справедливому приговору. Он должен был остаться на свободе, он должен был остаться, он должен был продолжать лечение. Но о законе говорите, мы по привычке об этом говорим, закон, противозаконно, право. Все эти слова, это, повторяю, атовизмы, как и в случае с Женей Берковичем и Светой Петричук. Это атовизмы, право тут ни при чем. Они попали, они попали в лапы бандитам, и бандиты их мучают. Никакой новости в требовании шести лет нету. Это нормальный сегодняшний срок. Сесть, семь, восемь лет, это сегодня то, что эти бандиты по понятиям определили свободным людям, которые против них. Вот они, они, они так себе решили, что пусть это будет шесть лет. Да? Это абсолютная норма сегодня. Норма бандитская, норма этой малине, которая превратилась в российское государство. К сожалению, никакой новости в этом нет. В том, что касается, по крайней мере, так сказать, Петричука и Берковича. Что касается Карамурзы, то, я говорю, там, бить во все колокола, но колоколов нет. Все колокола снаружи. Все колокола в районе американской администрации, Страсбурга. В России какие колокола? Стоп. Олег Добродеев, который, так сказать, который дружил со старшим Карамурзой, знает младшего Карамурзу с детства, бывший друг, да, что он сообщит по ВГТРК, он что-нибудь сделает? Олег Добродеев, как можно? Какие колокола? У нас нет никаких колоколов. Вот мы с вами тут, да, я в Риге, вы в Вильнюсе. Пытаемся что-то, о чем-то говорить. К сожалению, акустики нету. К сожалению, ничего невозможно сделать сегодня в России. Да, это не значит, что мы не должны говорить, но мы должны понимать, в какой Туркмении мы сегодня находимся. Да, по поводу, хотела сказать, по поводу Жени Беркович, что это довольно громкая новость, эти шесть лет стали на этой неделе, потому что ведь это случилось, объявление об этом запросе прокуратуры случилось при особенных обстоятельствах, дело, их рассмотрение, дело совсем закрыли, суд, и когда Женя выходила, сразу же потом все соцсети, все СМИ, оппозиционные, облетела фотография, как она показывает шесть на пальцах. То есть никак даже нельзя узнать об этом только вот какими-то знаками, что обвинение запросило шесть лет, потом уже получили официальное подтверждение, но бог его знает, вот не покажи она это журналистам на пальцах, может быть, они бы и даже не собирались рассказывать общественности, насколько они их хотят посадить. И небольшое есть более утоляющее, уже переходим ближе к концу программы, даже в этой теме есть, сегодня опять, сегодня мы в понедельник записываем эту программу, а эфир будет у нее во вторник. Сегодня уже приходят люди поддержать, и кроме журналистов сегодня к суду, например, пришли актрисы, которые играли в спектакле, тоже поддержать. Берковича Петричук и про актрис будет сейчас отдельно в самое время. Дата к обсуждению сегодня в этой рубрике предлагается нехитрый день рождения у Ильи Ахиджаковой как раз 9 июля Леи Меджидовна из того поколения советских актеров, на которых ну буквально выросли все, вообще просто все россияне. Это уже не выжечь ни сердце, ни из разума, никакой озвучкой из телевизора это все равно не изъять. И поэтому каждый такой, мне кажется, антивоенный голос, он вот особенно дорогой, самый дорогой, такой бриллиантовый. И именно в этом, наверное, возрасте сложнее всего сопротивляться и нарываться на преследование. А за что еще 33 раза отдельное спасибо? Короче говоря, да, хочется сказать спасибо, а вот что еще сказать придумает Виктор Анатольевич Медорович? Да, слушайте, во-первых, в этом возрасте легче, в этом возрасте легче, потому что все развилки человеческие пройдены, пройдены, становиться подлецом поздновато, да, нет смысла, да, это и невозможно. Леемиджитна Ахиджакова, вот если мы же говорим о скрепах, о фальшивых, вот этот гимн, вот этот двуглавый ореол, вот эти какие-то традиционные ценности, а есть настоящие скрепы, действительно то, что объединяет миллионы людей, и Леемиджитна Ахиджакова, да, вот та улыбка, которая возникает на лицах десятков миллионов людей при этом имени, это вот и есть скрепа, потому что самые разные люди, самых разных политических побеждений, самых разных возрастов при слове Лея Ахиджакова улыбаются, не только, ну, может быть, кто-то, может, кто-то уже и не улыбается, но он уже снаружи от этих скреп, вот они, скрепы, несколько имен, которые символизируют наше, вот тот русский мир, вот тот русский мир, которому хочется принадлежать, русский мир не тех, кто сотворили Бучу, да, и не тех, кто врубил гимн на полную, на полную катушку в день после оккупированного Кавказа и считает, что это, вот это скреп, вот такой русский мир, который символизирует собой Лея Ахиджакова, и, кстати говоря, родившийся в Майкопе, кстати, это очень кстати, потому что это как раз пример большого русского мира, мира русской культуры, где через запятую Дмитрий Сергеевич Лихачев, грузин Акуджава, немец Битов, да, или Меджитана Ахиджакова из Майкопа, вот эта русская культура, да, которая действительно должна и могла и может объединять людей, которым становятся безразличные паспортные данные, да, что там у тебя в графе национализм, который объединяет людей разных верований, потому что талант, перегородки, которые разделяют религии, как сказал русский философ, что они не доходят до неба, не доходят до неба эти перегородки, и люди самых разных религий будут улыбаться при имени Римиджи, Ахиджаковой. Вот она, скрепа, вот он тот русский мир, который мог бы быть, который есть, конечно, но про который сегодня надо продираться этому русскому миру, к Куджаве, к Хиджаковой, к именам, да, к именам русской культуры, надо продираться сквозь Путина Шойгу и Кадырова, прости господи, которые сегодня символизируют этот, прости господи, русский мир. Но вот она, скрепа, и вот она наша улыбка десятков миллионов людей при имени Ахиджаковой. И это не только, да, не только сама дата рождения, это вот, это более утоляющее есть, потому что скреп-то есть, потому что общий знаменатель есть вот этой русской культуры, вот этого обаяния интеллекта и достоинства, ума, сердца. Римиджитов, дай бог здоровья, она, ну, она к ней совершенно не прилипает по золоту, она человек с каким-то, так сказать, дерьмоотталкивающим покрытием, она, она невероятно хороший человек. Ей легко, да, ей легко быть такой, как она есть, она уже такая, какая она есть. Проблема в нас, проблема в том, чтобы дожить, чего я нам всем желаю, дожить до тех времен, когда и для нас всех, и для всего окружающего мира русский мир будет ассоциироваться с Леей Меджитовной и Хеджаковой и каким-то количеством таких же золотых людей. Вот дай нам бог дожить до этого. Возвращаясь на секунду к Леей Меджитовне, вы сказали, что она родилась в Майкопе, она выросла в Майкопе, родилась она еще символичнее в Днепре, который тогда был в Днепре-Петровском. Извините, да-да-да-да. Я просто помнил, что она из Майкопа, я просто помнил, что она приехала в Москву из Майкопа. Я, извините за лирические воспоминания, потому что я же давно живу, и не все видели дебют Леи Меджитовна и Хеджаковой в Театре юного зрителя. Она играла бабушку в спектакле «Я бабушка Ильикой Иларион» по пьесе «Думбадзе», 23-х, кажется, летняя Лея Хеджакова играла бабушку в этом спектакле. Москва сбегала с театральное посмотреть на дебют актрисы и Хеджаковой. Это было что-то невероятное. И спектакль замечательный. Вот как это все, как давно это обаяние, это слепо. Да, а родилась еще в Днепре. Это к вопросу о том, да, все совсем рифмуется. Все совсем рифмуется. И вы еще хотите, чтобы Лея Меджитовна и Хеджакова поддерживала СВО, чтобы ей нравилось, что по ее родному городу бьют ракетами. Ну, гармашу из Херсона же ничего, Виктор Анатольевич. А да, нас мучают не вещи, а наше отношение к ним, сказал Мишель Монтейн несколько веков назад. Да, гармашу ничего. Но послушайте, ну что мы сравниваем, да, что мы сравниваем. Человек вообще, вот понимаете, вот есть, я уже вспоминал о наших братьях-приматах, вот понимаете, вот есть обезьянка, и рядом обезьянка другая, да, той же, принадлежащей к тому же, да, к тому же виду. Они более-менее одинаковые, они более-менее одинаковые. А человек, это у человека, природой дана возможность очень большого, да, очень большой развития. от Монтэня до какого-то рядом живущего, так сказать, да, рядом живущего тупицы, от гармаша до Ахиджаковой, да, от академика Вавилова до полковника Хвата, да, какого-то там полковника ГБшника, который его уничтожил. Это очень большой разлет. У человека, природой дана возможность этого разлета, взлета, точнее говоря. Есть возможности опуститься совсем низко, но есть возможности идти очень высоко. Некоторые пользуются этой возможностью, так как воспользовались Леемиджитом на Ахиджаковой. Виктор Анатольевич, ну в рамках более утоляющего, вот скажите мне, вам вообще важно, вы следите там, ну за каждым, ну там не знаю, кто-то что-то сказал про войну, хорошую или плохую, из людей, которые, чье творчество вам нравится, или может быть с кем вы лично знакомы были, знакомы шапочно знакомы, работали. Следите за это, важно это понимать, потому что мне кажется, что люди как бы разделились на, в этом смысле, на два лагеря, одни так абстрагировались и сказали плевать, а другие там переживают за каждый отдельный случай, самопоказательный, наверное, там Михаил Козырев, который за каждым музыкантом следит, потому что всех их когда-то знал, и для него каждый раз личная трагедия. И стоит ли за каждым следить, за каждым переживать, что-то это вообще меняет, что-то это вообще значит. Дух, слушай, как это можно, как это можно повелеть? Вот кто-то, кто-то переживает, кто-то пожмет плечами. Кому-то это не важно. Мне, конечно, важно, потому что, ну, потому что, ну, для меня случаются человеческие печали, как случаются и человеческие радости, когда бываешь от этого человека каких-то адекватных реакций. А вот смотри-ка, ты вырос, вырос в человека, ничто не предвещало. А он хороший, а он умный, честный. А как бы по молодости, лет, так не казалось. А бывают в обратную сторону, к сожалению, очень печальные, когда там бывшие товарищи. В моем случае все печальные открытия мои, они все 20-летней давности после распада НТВ, там меня ждали очень серьезные человеческие печальные открытия. Вот. И помоложе был, и, может быть, так сказать, поглупее. И на что-то надеялся, на что не стоило надеяться. И не понимал того, что стоило понимать. Сейчас, нет, я не могу сказать, что меня вот в реакции уже военной кто-то огорчил. Ну, понимаете, если бы Гребенщиков и Шевчук выступили за СВО, я бы, наверное, схватился за голову. Но нет, этого не произошло. Виктор Вапотович, а можно вот прям простой пример, который сейчас в соцсетях, а даже некоторых поделил на два лагеря, опять же, по поводу очередного информационного события. Там вышло Солодников с Ургантом, походит по Петербургу и о чем-то разговаривает. И опять заговорили про Урганта. И я знаю, что, я про себя знаю, что я внутренний, конечно, слежу и жду. А вернется ли Ургант на первый канал и сделает вид, или что, не знаю, на Донбасс поедет, или что сделает, вернется и будет. Вот. В этом, в этом станет. Или нет? Или что? Или какая дальше судьба? Я к Ивану отношусь с симпатией. Он талантливый человек и неплохой человек. Неплохой человек. Ну, у меня наследственная симпатия, я, так сказать, с папой приятельствовал, а уж про бабушку мы все, да? Бабушка как раз скрепа, вот та самая, да, белорусский вокзал. Вот уж, если есть скрепы, то это сцена из белорусского вокзала, да, и символизирующая некоторую, да, человеческую историю страны. Человеческую историю. Я с симпатией отношусь к Ивану и, конечно, чрезвычайно буду огорчен любому такого рода повороту его. Я думаю, я думаю, я надеюсь, что он понимает, что обратной дороги нет. В смысле, у человека, который поддержит СВО в этой ситуации, что у него обратной дороги нет. ему к бабушке обратно не пройти. Да, туда, в сторону приличных людей обратно не пройти. Я надеюсь, что Иван, при всей его аполитичности и глянцевости, что он в этом отдает себе отчет. Это меня бы очень огорчило, если бы я ошибался в нем. А что касается этого фильма, да, он вызвал очень такую нервную и понятную реакцию, именно потому, что все решает контекст. И, собственно говоря, там ведь никто ни Солодников, ни Ургант не поддерживает войну. Но мы уже говорили об этом эффекте. Они говорят прекрасные, правильные, ностальгические, милые вещи. Но только стоит посреди комнаты слон. Большой слон стоит и воняет. А мы в этой комнате находимся и говорим о приятных вещах, о пейзаже за окном, о натюрмортах, развешенных по стенам, о том, как мы жили в этом доме много лет и какой приятный отчий дом. Но посреди этого отчего дома стоит вонючий слон и он пахнет. И не пройти и по стеночке вдоль этого слона ты ходишь, чтобы его не задеть. Его еще нельзя упоминать о том, что он стоит, этот слон, и пахнет. И этот контекст никуда невозможно течь. Вот если этот фильм вынуть и показать его 10 лет назад тоже Иваново детство, да, прекрасно, да, милейшие, милейшие ощущения. Сегодня по-другому смотрится. Понимали ли авторы фильма, понимали ли Солодников, понимали ли Урган, что это по-другому смотрится? Не знаю, не знаю. Но вот мы видим, что смотрится по-другому и было бы странно, если бы смотрелось иначе. Слон посреди комнаты. И если мы делаем вид, что этого слона нет, то не надо обижаться на, так сказать, и усмешки окружающей. Ну что ж, я надеюсь, что в ближайшую неделю у нас будет как можно меньше разочарования, может, чего-нибудь приятного случится, по крайней мере, через неделю мы встретимся, чтобы это обсудить. Виктор Анатольевич, спасибо, что пришли. Уважаемые зрители, не забудьте нас лайкнуть, так вы помогаете нам распространять наши ролики в Ютьюбе и подпишитесь на Ходорковский лайв, так нам будет удобнее встречаться. Скоро увидимся. Счастливо. Счастливо. Счастливо.